Здравствуйте! Сегодня мы открываем первую страницу дневника «Амурская осень», в котором мы последовательно будем вам рассказывать о каждом дне жизни этого фестиваля. Неофициально он уже начался. В Благовещенск не первый день прибывают звезды и кинематографисты. Скажу по секрету, у нас уже идут съемки игрового кино. Надеюсь, об этом мы расскажем подробнее в одном из следующих выпусках. Ну а на сегодня у нас большие планы. Нам нужно рассказать про обширную программу мероприятий фестиваля. И начнем по традиции со встречи артистов и звездной дорожки. Увидеть артистов и режиссеров можно будет в субботу, в день их прилета. Незадолго до начала церемонии открытия фестиваля. Ровно в 18 часов стартует звездное действие. В нем примет участие несколько десятков приезжих знаменитостей. По традиции, представлять их будет президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов. Кстати, увидеть звездную дорожку смогут и зрители Первого областного канала. Даже в самых отдаленных районах Преамурья. Мы будем вещать в прямом эфире. Увидеть звезд привычным амблуа мы с вами сможем на разных мероприятиях. В Преамурье пройдет несколько десятков творческих вечеров, встреч со зрителями, ну и конечно же спектаклей. К слову сказать, билеты на эти спектакли всегда разлетаются как горячие пирожки. И если вы еще не стали участником этой гонки, то предлагаю прямо сейчас познакомиться с программой «Антерпризы». В год культуры организаторы решили посвятить мероприятия фестиваля сразу трем памятным датам. Столетию начала Первой мировой войны, двухсотлетию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова и 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Восемь спектаклей и восемь творческих вечеров смогут посетить жители и гости города. Одной из основных площадок для постановок фестивальных спектаклей станет сцена ОКЦ. Первый спектакль попробует ответить на сложный вопрос, чего же хотят мужчины. Пронзительная история о непростой семейной жизни пожилой пары и противостояние законной жены с собакой заставит многих взглянуть на себя со стороны и даже стать чуточку добрее друг к другу. Еще один повод сходить на спектакль – игра любимых актеров Ирины Алферовой и Ивара Калменша. Затем зрители смогут насладиться выступлением Григория Антипенко и Татьяны Арнгольц на романтической постановке «Двое на качелях». А вот посмеяться и немного задуматься о превратностях судьбы благовещенцы смогут на спектакле о странных соседях. Сосед на неделю не больше и во время постановки от режиссера спектакля «Папельных дочек» Блэс. Встретиться с артистами можно будет и в филармонии. Марафон творческих вечеров откроет любимец публики Максим Аверин. Актер театра и кино прибудет в Благовещенск по многочисленным просьбам амурских зрителей. Порассуждает артист на философскую тему в своем моноспектакле «Все начинается с любви». Не менее интересной обещает быть встреча с Александром Михайловым. В этом году герою полюбившегося многим кинофильма «Любовь и голуби» исполнилось 70 лет. Именно этому событию он решил посвятить свой творческий вечер. Еще один коллектив с нетерпением ждут многие поклонники. Ансамбль «Чистый голос» и певица Ирина Шведова порадуют зрителей совместным выступлением. Репертуар, представленный в этом году, разнообразен как никогда. Организаторы обещают, что все, кто посетит мероприятие «Мужской осени», получат незабываемые эмоции от встречи с любимыми артистами и от прикосновения к прекрасному. Подарочный сертификат на спектакли, творческие вечера и киносеансы «Амурской осени» может получить любой зритель. Впервые в Благовещенске пройдет ночная лотерея. Для того, чтобы победить, нужно купить всего лишь один билет и стать участником розыгрыша. Розыгрыш состоится уже сегодня, 5 сентября, в здании филармонии с 21 до 22 часов. Причем рассчитывать на приятный бонус сможет не только победитель розыгрыша. Организаторы приготовили еще один сюрприз. Сюрприз – это пригласительный билет на внеконкурсное кинофестивале. И самое главное, с 21 до 22.00 мы торжественно закроем эту ночную распродажу, а в 22.05 среди всех присутствующих мы разыграем уникальный сертификат на посещение всех мероприятий фестиваля, которые будут проходить в городе Благовещенске. В общей сложности в Благовещенске пройдет более 50 показов. Стоимость билетов на кинопремьеры варьируется от 200 до 300 рублей. Попасть на творческие вечера можно будет, заплатив от 500 рублей до 1500. Самые дорогие – это, конечно, спектакли. В зависимости от постановки цены колеблются от 1500 до 3000 рублей. На все фестивальные представления для амурчан предусмотрено свыше 25 тысяч билетов. В этом году в конкурсной программе фестиваля 14 кинокартин. Еще 32 киноленты покажут мне конкурсы. Кстати, Сергей Новожилов, президент фестиваля «Амурская осень», не без гордости отметил, что этот год был крайне урожайным для кинематографистов. Поэтому в рамках «Амурской осени» будут показаны действительно сильные работы. Видимо, поэтому многие именитые режиссеры навестят амурскую столицу и перед кинопоказом лично пообщаются со зрителями. Настоятельно рекомендую хотя бы несколько раз сходить в кино. Елена Тимошенко уже посмотрела киноафишу и поможет вам определиться с выбором. В этом году в конкурсной программе 14 кинофильмов. Все их по жанру можно отнести к социальной драме. Зрителям предлагают задуматься, что будет с молодой семьей, если жена только начинает свою карьеру. У нее все хорошо, она работает в престижном молодежном журнале. А вот муж вынужден работать таксистом, при том, что имеет высшее образование. О буднях молодой семьи рассказывает картина «Еще один год». Также в кадре жизнь в российских интернатах и учеба в специальной школе. Но финал всех картин так или иначе философский, хотя бы не печальный. Про жизнь российских интернатов рассказывает картина «Девять дней и одно утро». Девочку из провинциального детдома удочеряет французская пара. Она выросла, стала фотомоделью, занялась благотворительностью. Вернулась в детский дом и за девять дней поняла – жизнь была успешная, но неправильная. Анна Круглова. Я топ-модель и живу в Париже. В фильме «Косухи» в кадре «Жизнь троих парней». Такая разная Москва – сын олигарха, рабочий и интеллигент. Три истории о молодежи новой России режиссер снимал на разные камеры и в разной стилистике. Но в результате герои встретятся. В конкурсной программе фестиваля 14 картин, 32 киноленты вне конкурса. Вне конкурсный показ разделили по пяти тематикам. Одна из них – 25-летие вывода войск из Афганистана. Здесь свой документальный фильм представит журналист Андрей Кондрашов. Его, как ведущего эфира, хорошо знают зрители программы «Вести». Я всем, кто любит кино, советую пойти посмотреть всю эту панораму. Там и «Нога» Никиты Тягунова, первая большая роль в кино, Ивана Хлобыстина и пешеварский вальс Тимура Бекмамбетова, первая режиссерская работа вместе с Геннадием Каюмом и «Жаркое лето в Кабуле» и «Афганский излом». То есть очень интересная программа вся в целом. Кроме «Афганской панорамы» зрителей ждет детское немецкое кино. Картины, посвященные столетию с начала Первой мировой войны и «Великие имена» о литературных и исторических гениях. На 12-е «Амурской осени» впервые будет фильм «Закрытие». Им стала картина «Дуэль», посвященная 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Кстати, благовещенские зрители станут первыми, кто увидит это кино. Все картины и конкурсного, и внеконкурсного показа можно будет увидеть в Амурском областном доме народного творчества. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей. Елена Димашенко, Андрей Цветков. Лавры столичных кинознаменитостей не дают покоя и амурским киношникам. И это здорово, ведь уже третий год подряд в рамках «Амурской осени» проходит фестиваль авторского кино «Кинамур». О своем участии уже заявило 11 человек. Это киношники-любители из Благовещенска, Белогорска и Свободного. В ретроспективе «Кинамура» 16 картин. Из них три – короткометражных мультфильма. Семь фильмов, которые будут представлены на соцжюри, сняты в рамках муниципального гранта и посвящены социальной тематике. Кроме этого, есть ленты, рассказывающие о любви, боевики и даже андеграундные картины. Кстати, последние вызвали наибольший интерес как у зрителей, так и у организаторов фестиваля. Есть у нас такие фильмы, скажем так, я их называю трансцендентальными, то есть они заставляют задуматься, даже где-то, может быть, сломать мозг отчаянной части. Я, конечно, взрослый на старых советских добрых фильмах, поэтому я немножечко вот этого не понимаю направления. Ну, скажем так, кустурица там обзавидовался бы, то есть такие очень сложные в понимании. Лучшие работы, созданные амурскими режиссерами, назовут 12 сентября. Впервые обладатель гран-при конкурса получит золотого журавля, а этот главный приз до сих пор вручали только победителям амурской осени. Если вы не успели или не смогли купить билеты на мероприятия кинофорума, то знайте, всех звезд вы всегда можете увидеть перед гостиницей, где они останавливаются. Уже несколько лет подряд их приветливо встречают сотрудники гостиничного комплекса «Азия». В этом году забронировано 120 номеров. Деятели культуры, в зависимости от их звания и райдеров, будут селить в апартаменты разных категорий. В основном это будут одно- и двухкомнатные номера стоимостью от 1900 до 3200 рублей соответственно. Для вид гостей артистов, имеющих звание заслуженных, зарезервированы полулюксы, цена которых составляет уже 4200 рублей в сутки. А вот почетные гости фестиваля – Лев Прыгунов, Наталья Крачковская, Ирина Алферова и Максим Аверин – будут жить в фирменных люксах, куда входят и комната для деловых встреч, и спальня. Стоимость таких апартаментов – 7800 рублей в сутки. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите дневники «Амурской осени» ежедневно и будьте в курсе всех самых важных событий. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!